Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу представить вам обзор тостера фирмы Philips, модель HD2581. Также, друзья, поговорим о том, почему не стоит покупать совсем дешевые тостеры неизвестных производителей, например фирмы Lebin, почему вообще нельзя этот тостер ни в коем случае брать, и почему все-таки стоит потратить на 10 долларов побольше, но купить тостер фирмы Philips, либо Moulinex, либо Krups, ну и так далее, каких-нибудь известных все-таки брендов. Ну что, начинаем обзор. Сначала о дешевом тостере фирмы Lebin. Отработал он у меня ровно два месяца, затем вышел из строя. Ребят, вот отвалилась вот такая вот штучка, например, у тостера. Это вот, видите, тут тоже планочка отвалилась внутри, где хлебец держится. Тонкие, незакрепленные нити накаливания, которые тоже должны были выйти из в ближайшее время. Вот они, видите, насколько отогнулись. Зато он стоит 10 долларов. Никакой центровки, конечно, в этих штуках, когда вы ставили хлебец, не было и быть не могло. То есть с одной стороны, особенно учитывая, видите, как выгнуло спирали нагревательные, хлеб с одной стороны горел, с другой стороны вообще практически не припекался. Все сделано через одно место. Ребят, это вот, не знаю, это игрушечный тостер. Ни в коем случае не берите. Тостер называется Lebin, артикул его 473-152, сделано в КНР. У него даже съемный поддончик вот такой вот есть, который практически невозможно достать весь, и все крошки из него выпадают, если вы его достаете. Так что это в помойку пойдет. Вот. Ну просто дерьмо полное. Ну а теперь о нормальном тостере за 20 долларов. Тостер фирмы Philips покупал я примерно за 2000 рублей. Это чуть больше 20 долларов. Это, надо сказать, самый дешевый из брендовых тостер. Philips, они очень надежные тостеры. У многих моих знакомых тостеры этой фирмы работают много лет, ни черта им не делается. Ну вообще, в плане тостеров это действительно надежная техника. Так что покупаете вы его надолго, за относительно небольшие денежки. Коробка выглядит вот так вот у него, она небольшая, поместится в любой пакетик. Тостер имеет 8 степеней поджаривания и встроенную подставочку для булочек даже. Хотя мне эта подставочка не особо и не нужна, но тем не менее, как бонус, очень приятная вещь. Мощность тостера 830 ватт, компактный дизайн, что очень важно. Поскольку у меня маленькая кухня, я брал тостер небольшого размера. 8 режимов у него. Даже есть разморозка, которую я никогда пользоваться не буду, но тем не менее, съемный поддон для крошек очень удобный. И также есть кнопочка экстренного отключения, то есть увидели, что уже хлебец у вас пожарился, его можно выключить не вытыкая вилку из розетки, а просто нажав на клавишу. Сейчас непосредственно к самому тостеру перейдем. Сам тостер очень небольшой, он, конечно, широковатый по сравнению с этим лебеном или с другими подобными моделями, но это происходит за счет того, что у этого тостера есть центровка хлебцев. Хлебец за счет этого поджаривается равномерно, поэтому достаточно широкие отсеки. Когда вы будете хлебец опускать, он будет центроваться, вот, зажиматься такими специальными штучками внутри и вставать ровно по центру. Это очень удобно, очень здорово, хлеб поджаривается равномерно и очень вкусный получается. Слева рычаг для выдвижения подставочки под булочки, вот, просто нажимаете, вылезает такая подставочка и можете сверху положить пирожочек, погреть на этом тостере, булочку какую-нибудь. Это намного лучше, чем в микроволновке, потому что она именно снаружи подогреется, а не как в микроволновке. Внутри все горячее, а снаружи она будет холодная. Вот, и справа рычаг, в котором тостер включается непосредственно, выбор режимов. У меня вот стоит на пятерочке, на четверочке, вполне достаточно. И кнопочка стоп, это если вам надо резко вынуть хлебец, нажали и тостер отщелкнется, электрозамок у него выключится. Длина шнура у этого тостера вполне достаточная, около метра, может даже чуть побольше. Это он сейчас такой короткий, потому что он у меня спрятан, здесь он сматывается под низ все лишнее, видите, один оборотик накручен. Вот ножички есть, здесь корпус предохраняется от перегрева, то есть за счет вот этого широкого пластика тостер никогда с боков не нагревается, вы его можете во время работы руками куда-нибудь отодвинуть, если он вам мешает. Единственное, конечно, за железо само не беритесь во время работы, а то обожгутесь. Разморозка продуктов, как я понимаю, происходит так же, как и подогрев булочек, просто кладете на подставочку, но этим я никогда пользоваться не буду. Это то же самое, что на батарею что-то положить, мне кажется, это не та функция, которая нужна в тостере, но она есть и есть. Поддон для крошек здесь сделан по уму, он легко вынимается, крошки с него не высыпаются при этом, то есть там не надо его снизу отщелкивать и переворачивать тостер, иначе в нем весь смысл в общем-то пропадает, и так все крошки на пол вытряхиваются, а он вот так вот выдвигается, выдвинули, крошки вытряхнули и назад его поставили. Все вообще очень просто и очень удобно. Сейчас покажу вам, как в нем жарятся хлебцы. Итак, вот сейчас положу вам хлебец, чтобы вы видели, как это происходит. Есть тостеры по длине, если вы хотите очень длинные булочки жарить, ну, в принципе, этой длины тостера достаточно, даже для достаточно длинных тостеров. И когда вы опускаете тостер, чтоб он включился, происходит центровка. Булочка получается ровно посередине, видите, как она встала? И она будет равномерно с двух сторон поджарена. Это очень действительно вкусненько, поэтому не стоит тут экономить 10 долларов, чтобы купить какое-то дерьмо и выкинуть через три месяца. Возьмите вот такой вот тостер, вообще рекомендую, тем более он действительно очень надежный, у него достаточно толстая проволока нагревательная и проработает он достаточно долго. Несколько лет, не три месяца, не год, а лет пять, может быть и больше. Сейчас у меня поставлен на стандартную, для меня пятую степень обжаривания из 8 возможных. Это очень хорошо подходит жарить хлебец для того, чтобы его с супом есть. Он корочкой за это время особо не покрывается, но становится таким хрустящим в то же время, но без горелой корочки. Если чуть-чуть на дольше поставить, образуется корочка, тогда тостер удобен для бутерброда с сыром. Например, кладете сверху сыра кусочек, ставите еще его в микроволновку секунд на 20, чтобы сыр чуть-чуть подплавился и получается очень вкусный бутерброд. Такой хрустящий хлебец и расплавленный сыр сверху, просто объедение. Вот, сейчас он должен уже скоро отстрелиться, пока я говорю. Ну вот, уже пошел вкусный запах такой от хлебца. И вот он готов. Здесь он весь холодный. И все, берете и кушаете. Надеюсь, кому-то было полезно, кому-то помог с выбором тостера для дома. Ну и вообще, если кто-то думает, нужен тостер или нет, то купите, не пожалеете. Вещи хорошие. Хлебцы вкусненькие будут. Будете пользоваться. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok